Всем привет, меня зовут Олег Антоненко, вы слушаете подкаст русской службы BBC «Что это было». Здесь мы в основном говорим о войне и ее жертвах, но сегодняшний наш разговор посвящен жертвам домашнего насилия. Женское обрезание у девочек, насильственные браки, запрет на получение образования, побои. Столкнувшись с этим, женщинам из республик Северного Кавказа практически некуда обратиться. Некоторые из них решаются на самый рискованный шаг – побег. Но бежать удается не всем. Моя коллега Злата Ануфриева сняла фильм «Когда я сбежала». В нем она рассказала историю девушек, которые вырвались из-под тотального контроля семьи и тех, кто им помогал. Злата, привет, спасибо тебе за этот фильм. Сразу скажу, что я его смотрел два раза и считаю очень важным. Так что спасибо. Спасибо большое, Олег. Почему ты решила этот фильм снять, во-первых? А во-вторых, почему снять решила его сейчас? И вообще были ли тебе близки какие-то проблемы твоих героинь? Ну, хочу сказать сразу, что фильм мы начали снимать еще до начала войны. Он начинался в 2021 году. Тогда появилось много громких кейсов с девушками, которые убегали, которых возвращали, и многие об этом говорили тогда. И мы тогда еще захотели сделать что-то об этом, и я начала делать ресерчи, как-то изучать тему. Тему предложили сделать мне коллеги, потому что в целом я люблю браться за темы, связанные с женщинами и с нарушением прав женщин. И хочу сказать, что лично у меня был опыт в жизни, когда я ездила в Грозный, в Чечню. Мне было 20 лет или 21. И я там познакомилась с девушкой, молодой девушкой, моей ровесницей тогда. И меня довольно сильно поразила ее история, потому что она выросла в Москве, ее семья уехала в Москву во время войны. Начала учиться в университете на юристку, и в какой-то момент отец просто решил, что Грозный отстроили, надо возвращаться на родину, и забрал ее домой. Сказал, все, больше учеба не продолжится, ты не закончишь университет, потому что ты не будешь жить одна. Потому что брат не хочет там быть, я не хочу там быть, ты не можешь быть одна. Честно говоря, эта история меня довольно сильно шокировала в том плане, что я смотрела на человека, у которого были такие же интересы, как у меня, такие же взгляды, такие же желания. Она очень хотела работать в НКО. Но если у меня была возможность продолжать учиться, а я еще училась в университете, то у нее ее больше не было. Эта девушка, она одна из героинь твоего фильма? Нет. Нет, это нет. И, конечно же, она не подвергалась домашнему насилию, у нее все было не так плохо. Ее жизнь очень хорошо сложилась в итоге. Но я была довольно молодой, скажем так, 20 лет, ты думаешь, и меня это сильно удивило. У нее, ну как хорошо сложилось, она все-таки на тот момент хотела заниматься правозащитой, а это уже было невозможно в Грозном. И, ну, сложилось, как сложилось, сложилось неплохо. Я думаю, она довольна своей жизнью сейчас. Ну, вот в отличие от нее, героини твоего фильма, они в том числе и насилие пережили. Вот познакомься с ними. Да, героини моего фильма, это совсем, это еще более сложная история. Скажем так, мы начали снимать этот фильм, когда была новость про Халима Тарамову в 2021 году, девушку из Грозного, которая сбежала, ее нашли родственники, вернули домой. И тогда стало понятно, что-то происходит. Почему-то девушки бегут. И мы начали искать героинь. И мне предложили Вику, главную героиню моего фильма, правозащитники, сказали, вот есть такая Вика, она у нас сидит на квартире сейчас, ждет, когда будет безопасно выехать из России. И когда будет безопасно выехать из России, вы сможете начать общаться. Наконец-то прибыли в конечный пункт. Благо, все прошло без происшествий. На самом деле была некая недомовка на границе. Но благо, все пошлось. И вот сейчас, пытаясь, ну, точнее, мы ждем переводчика, я искренне надеюсь, что я смогу убедить этих людей. Ну, как бы, я, блин, я просто буду рассказывать свою историю. Я просто буду говорить правду. Я буду просто молить Богу о том, чтобы у меня все получилось, чтобы меня одобрили. Я не знаю, как это там убежище, что-то еще. Вика молодая девушка. Сейчас ей, наверное, 23 года. На момент начала съемок был 21. И она сталкивалась с насилием всю свою жизнь. И она наблюдала за тем, как отец отбивал мать. Это довольно распространенная, мне кажется, проблема, когда дети растут в семьях, где есть домашнее насилие. А потом в седьмом классе ее забирают из школы, говорят, все, хватит образования, пора выходить замуж. Ей находят жениха. И на тот момент она еще старалась жить в соответствии с тем, как хотели люди вокруг соответствовать. Ее всю жизнь срастили, готовили к браку, по сути. Она была к этому готова. Но брак не удался. Когда мне было 17, меня выдали замуж за мужчину старше меня на 9 лет. Каждый раз его родственники спрашивали, что вот, ты там не беременна? А я знала, что типа нет. Он не хотел иметь детей. Я рассказала матери все, что было. Что там всякие измены, что мы жили как соседи. Он ко мне не прикасался три месяца. И развод стал первым моментом в моей жизни, потому что всю твою жизнь тебя готовят к браку. А тут брак разрушился. А что дальше знаешь? И знаешь, если к тебе придет свататься женатый мужчина, не знаю, третьей, четвертой женой, будьте рады. И ее это уже не устроило. Она не хотела быть ни второй, ни третьей женой. Она вообще всю жизнь хотела получать образование. Она всю жизнь хотела одеваться по-другому. Я спрашивала, ну вот, а как там ты жила? Откуда у тебя там был телефон? Еще что-то. Но она не из бедной семьи. Но просто неважно, насколько дорогое на тебе шелковое платье, если оно тебе неприятно и противно, и тебе плохо от этого. Ну, по крайней мере, телефон был до поры до времени. Когда начались побеги, вся техника исчезла. Ты сказала, что к браку ее готовили после седьмого класса. Она должна была... Да, ей было 17 лет. Ее забрали из школы после седьмого класса. Дом, коровник, там, я не знаю, огород. И это было все, что я могу увидеть вообще. И в 17 лет ее выдали замуж за мужчину, которому было 26. Удивительно, многие комментаторы пишут, ой, да что такого, 26, взрослый мужчина. Но вообще-то, когда тебе 17, а ему 26, я думаю, это большая разница. Я так понимаю, они не очень хорошо знакомы были с другими, мягко говоря. Они не были знакомы вообще. Вообще не были. Первый раз вживую она увидела, мне кажется, его на свадьбе. До этого увидела его только на фотографиях. Ну вот сосватывали, сосватывали. И она не то чтобы была против. Я у нее спрашивала, ты когда-нибудь любила этого мужчину? Наверное, это очень откровенный вопрос. Но она мне говорила, ну, у тебя никогда в жизни никого не было. Ты ни в кого не влюблялась. И ты выходишь замуж, и ты привязываешься к человеку. Я думаю, в какой-то момент она любила и этого своего мужа. Но просто эта любовь оказалась невзаимной. А потом ей стало очень больно. И она поняла, что больше не хочет так. Смотри, ты сказал, что родители ее приняли обратно, когда у нее не сложились отношения семейные. Но почему она тогда бежала, я немножко не понял этот момент. Они ее приняли обратно. Но, во-первых, она не то чтобы хотела продолжать жить так дальше. Она, как она рассказывает, что она вот всю жизнь подстраивала, сделала так, как все хотят, а тут не получилось. Вот она играла по этим правилам. И эти правила оказались не для нее. И она, все вот ее свои мечты, которые были раньше, они с новой силой у нее появились. И она снова такая, блин, вообще-то я всего этого не хочу. Я хочу по-другому. Я хочу учиться. Я хочу по-другому одеваться. Я хочу читать. Я хочу путешествовать. Я хочу научиться играть на фортепиано. Я хочу кататься на велосипеде. Это была ее мечта, кататься на велосипеде. И плюс триггером, как я понимаю, там было несколько триггеров. Но один из них был то, что начала понимать, что родители, видимо, чувствуют, что она не хочет так жить, и что как-то она по-другому себя стала вести. И начали готовить, как бы искать нового мужа. И она бы не стала уже первой женой даже в том браке. И это ее не устраивало совсем. И, ну, да, так все и началось. Ее зовут Виктория, да, в твоем фильме. Это настоящее имя? Нет, Виктория-то не настоящее имя. Но настоящее имя она не использует вообще. Потому что она не скрывает внешность. Она не использует его не потому, что она его скрывает, а потому что для нее оно больше не ассоциируется с ней самой. Я хочу сказать, что у меня в фильме еще есть четыре сестры. Из Дагестана Аминат, Патимат, Патимат и Хадиджат. Там две родные сестры и две двоюродные. И они все хотят сменить свое имя. Они не хотят оставаться при своих именах. И это не вопрос безопасности для них. Они просто... Это вопрос идентичности? Да, для них это вопрос идентичности. Они не хотят ассоциироваться с этими именами, потому что эти имена для них олицетворяют прошлое, в котором им нельзя было выходить из дома, в котором у них не было права ни на что. И в котором Хадиджат, например, уже тоже планировали выдавать замуж за ее двоюродного брата. А ее это совершенно не устраивало. Эти имена для них носят смысл, который им не нравится. Вот с Викторией мы познакомились и начала говорить об этих четырех сестрах. Может, чуть подробнее их историю тоже. Расскажи, как они бежали. Они, по-моему, из одного села, да, все вместе. И, в общем, как-то у них такая общая история получилась, да? У них очень интересная история. Но, мне кажется, очень многие, даже наши слушатели, могли о ней слышать. Потому что это было в октябре прошлого года, когда четырех молодых девушек задержали на знаменитом КПП «Верхний Ларс», которое многие слышали в разных контекстах. Мы находимся на КПП со стороны России, на границе с Грузией. Нас не выпускают из КПП. Мы не знаем, как они нас им отдали. Да, они их чего-то ждут. Мы не понимаем, чего, возможно, наших родителей. И ситуация была в следующем. Они уже были... Активисты им помогали выехать сперва из Дагестана в Москву. В Москве они просидели какое-то время и уже были готовы выезжать из Москвы через Грузию и дальше. И вот они на границе с Грузией, и пограничники их не пропускают. И они спрашивают, почему? Говорят, ну, не можем. Объяснений нет. То ли вы в розыске, то ли не в розыске. Их держат и не выпускают без объяснения каких-то нормальных причин. Они совершеннолетние, да? Все совершеннолетние. В моем фильме абсолютно все герои несовершеннолетние. В нем нет людей, которым нет 18 лет. По законам Российской Федерации все эти люди имеют право на свободное передвижение. И задержали их без какого-то объяснения. Активисты очень быстро подняли шум. Там присоединился Собчак, присоединились другие СМИ. Это освещалось очень массово. Поздним вечером 29 октября вся страна стала следить за судьбой четырех девочек из Дагестана, которых 11 часов продержали на уже знаменитом КПП верхний Ларс в Осетии. Все четыре девушки из села Хваджа-Малхи с самого детства жили по строгим религиозным правилам. Не могли гулять без мужчин, высказывать свое мнение, как-то вообще выражать себя. За любые проступки их жестоко избивали, образование получить девочки не могли и должны были выйти за тех, кого выберут родители на связь с собой. И к моменту, когда приехали родители, потому что, как я понимаю, их лица где-то высветились, пограничников, и родителям сразу сообщили. И они приехали. То есть откуда родители знали, что они там? Почему через час они оказались на КПП? Они даже не знали, где их дочери, пока дочери были в Москве. Пока они не начали пересекать границу с Россией, родители не могли их найти. Они несколько месяцев находились в Москве до этого, вдали от своих родственников. Приехали родители. Но поскольку там уже были адвокаты, СМИ, и полицейским было проще выпустить, чем идти на конфликт. И это была ситуация, когда огласка помогла. Потому что, на самом деле, нам кажется иногда в новостях, когда мы видим новости про бегущих девушек, что вот все эти истории, мы их видим, мы их знаем. Но на самом деле большинство историй никогда не попадает в новости. И если история попала в новости, это скорее плохо, чем хорошо. Для активистов очень важно, чтобы все происходило тихо, спокойно. Тогда и у семьи больше шансов сделать вид, что там дочь отправили куда-то, и не получить осуждение, окружение. И девушкам спокойнее. И все как-то стараются делать тихо и мирно. Медиа привлекаются тогда, когда вот ты на границе, ты хочешь выйти, тебя не выпускают, и сейчас полиция отдаст тебя в руки твоим родителям. И тогда огласка может помочь. И в этом случае произошло именно так. Они смогли выехать. В Грузии они находились какое-то время, и потом они дальше переезжали, меняли несколько стран, и все еще в пути. Надеюсь, скоро окажутся в финальной точке. Ты рассказала, почему бежала Виктория. Есть какая-то общая история, которая объединяет этих четырех сестер, почему бежали они? На самом деле, мы, эти четыре сестры, есть Хадиджат и Патимат, они родные сестры, есть Аминат и Патимат, они двоюродные сестры, все между собой. И они вчетвером, поскольку у него одной из них не было особой свободы передвижения и общения с кем-то, они дружили в основном со своими двоюродными сестрами все. И у них их больше. Вот эти четыре, это не все сестры, которые у них есть. У них довольно большая семья. Но со временем, чем больше они общались, тем больше они стали чувствовать, что у них общие взгляды, которые не разделяют все остальные люди вокруг. И сначала вот они общались втроем, они три молоденькие девочки, Хадиджат, Патимат и Патимат. Ну, я думаю, по фильму даже видно, кто из них самые молодые. И Аминат, она постарше, и часто чувствуется, что она берет ответственность за них, за всех. Но вот они втроем общались очень много, и они в какой-то момент такие, слушай, мы не хотим так жить, вот мы не можем никуда пойти, мы можем сидеть дома, есть чипсы, пить сок, нам даже подружек из школы нельзя пригласить, потому что они ходили в школу в Махачкале, но на лето уезжали в свое село, и даже в Махачкале они жили по заветам своего села, потому что Махачкала довольно свободный город, это надо понимать там. Дагестан очень-очень разный, о чем мы тоже пытались сказать в нашем фильме, это все зависит от того, откуда твоя семья, откуда твой род. И помимо этого, у одной из девушек была родная сестра, которую выдали замуж, которая пережила насилие в семье, которая все время страдала, и это происходило на их глазах, и они понимали, что это наше будущее, и мы его не хотим, нам все это не нравится. С самого детства понимала, что я никак не смогу смириться с этой системой, я не смогу выйти замуж, я не хочу. Тогда еще ее сестру выдали замуж насильно, мы об этом тоже разговаривали, почему вот ее избивают, выдают замуж насильно, нам было ее очень жалко, мы все время об этом разговаривали, все началось, скорее всего, с этого замужества. Ну, в возрасте 13 лет мы думали о таком очень странном побеге, например, как... Побега с Шаушенко, например, вдохновляясь такими историями тоже. Ну, мы думали сбежать в Краснодар, мы были 100% уверены, что мы... Ну, в Краснодаре нас не найдут. Да. А потом, когда мои родители забрали меня в Краснодар насчет зрения, мы такие, а все-таки они знают Краснодар. И после этого все, Краснодар отпал. И они ждали, потому что одной из девочек не было 18, и они договорились, мы дождемся, пока ей исполнится 18, и побежим вместе. Аминат, они случайно узнали, что она тоже, ей не нравится ее жизнь каким-то образом. И как бы, как они мне рассказывали, все было как какая-то секретная, шпионская, знаешь, игра, где вы переглядываете, смотрите, а она на моей стороне или она против меня? И они как-то поговорили, и оказалось, что они все хотят новое того же. Аминат сначала сказал, вы сумасшедшие, какой побег, хватит смотреть кино, которое... Ну, там они говорят, что планировали побег, как побег из Шаушенко, что, мне кажется, довольно смешно. Но в итоге они смогли убедить Аминат, что это безумная идея, но если мы вместе побежим, то у нас должно получиться. И последним триггером, вот они дождались 18-летия сестры, и последнее, что еще тогда происходило, одну из них планировали выдавать замуж, и нашли жениха, женихом был двоюродный брат, и все вокруг говорили, ну, чему ты недовольна? Это замечательный парень, все бы хотели за него замуж, а ты не хочешь. Она смотрела на них и говорила, да, но он мой брат, я не хочу замуж с двоюродного брата, мне все равно, какой он там замечательный, я не хочу. Ну и плюс, конечно же, для них, для всех, для всех героинь моего фильма было очень важно иметь свой выбор. И они часто говорят, ну вот, комментаторы в интернете говорят, видимо, над вами не так уж издевались, раз вы такие слова знаете, сложные, как феминизм, раз вы там такие умные. И я тоже думаю, ну да, вот действительно, как так, вот вы растете с людьми, которые всю жизнь выходят замуж за тех, кого им выберут родители, почему вдруг вас это не устроило? Ну то есть, если ты не видишь другого, на что они мне сказали, ну вообще-то, как бы интернет никто не запрещал, и если там наши родственники, все, что они смотрят в интернете, это бои Хабиба, то мы читаем про права женщин, потому что нас это волнует. И это довольно важная мысль, мне кажется, о которой многие комментаторы таких материалов, и даже моего фильма не в курсе, что вообще-то человек может самообразовываться. И они узнали, что есть другая жизнь. И они случайно узнали, что окей, женское обрезание, о котором как бы, ты знаешь, там все понимают, что все девушки в этом селе как бы это пережили, или в их семье. Давай не будем обобщать, потому что я не могу за всех судить. Но об этом никто не говорит. Мы посмотрели фильм «Цветок пустыни» и узнали, что оказывается обрезание делают не только в нашем, у нас там в селе. Начали гуглить, узнавать, и вообще, как появилось обрезание, и для чего его делают. А потом, мы с родителями об этом никогда не разговаривали. Ты с мамой об этом никогда в жизни не разговаривали. Ты знаешь, что тебе это делали в детстве. А потом ты ничего не спрашиваешь, все, это как, ты думаешь, это как у обычных мальчиков. Когда мне сделали, моему младшему брату сделал обрезание, ему там было 5 лет, я спрашивала одноклассники, типа «Вот мне делали обрезание, моему младшему сейчас делали обрезание, вам делали?» И ни одной девочке не делали обрезание. Я такая думаю, а что? Я такая думаю, а у них просто родители неиманистые, поэтому не сделали. Подошла к маме, такая говорю, для чего делают обрезание? Она такая, типа, удивилась очень сильно из этого вопроса, и она такая, чтобы девочки не гуляли. И я такая говорю, а как я буду гулять, если я дома сижу? Она такая говорит, ну, чтобы не было там такого пристрастия к этому и также для того, чтобы... Чистоты. То есть чистоты, да. Но так называемое женское обрезание это калечащая операция, как она есть. Это незаконно. По сути, это издевательство над детьми, потому что они пережили это в 5-6 лет. Мне сделали, наверное, лет 4-5-6, не знаю. И у меня были эти воспоминания, там, типа боль какая-то. У меня нет конкретных воспоминаний, кто, где и когда, но у меня есть какие-то ощущения боли и всё такое в памяти. У меня были разговоры с одноклассницами тоже. И они тоже удивлялись, типа девочкам, девочкам же не делают. Я говорю, у нас делают. И всё, типа тема закрылась. И я недавно, несколько лет назад, я сижу в интернете, вижу какое-то выступление на ООН, девушка выступает, рассказывает про женское обрезание, и все типа в шоке. И я думаю, блин, это насколько плохо, это типа неправильно. Начинаю задаваться этим вопросом, изучать эту тему, понимаю, насколько это неправильно, насколько это типа калечащая операция, там, что делать это девочкам это вообще, это ужасно. Когда это узнали, на самом деле, было очень обидно. Вот прям жесть. Просто я такая разговаривала с мамой о том, как ты смогла, вот зная, для чего это сделают, сделать это своим детям. Как можно с ребёнком поступить? У нас спрашивают сейчас, типа, а как, что, ну мы не знаем, как иначе бывает на этом, мы не можем ничего сказать по этому поводу. И тогда начались вопросы к родителям, а вопросы к матери, потому что к отцу ты с этим вопросом не пойдёшь. Отец, скорее всего, и не в курсе, потому что это женские дела, вот, а мать была удивлена вообще, почему такие вопросы поднимаются. Это личная, грязная тема, зачем об этом говорить? Ты говоришь, что все в их селе, там, не знаю, смотрели за боями Хабиба, это Хабиб Нурмагомедов, по-моему, самый легендарный, там, чемпион в смешанных боевых искусствах, который уже, так сказать, отправился на пенсию, что называется, но тем не менее, по-моему, они все то ли из того же села, где он родился, или какого-то родового, или это другая твоя героиня, вот сейчас не буду брать, чтобы... Да, это Вика. Это не они. Это, собственно, это Вика. Вика, Вика. Вот как удивительным образом пересекается. Вика тоже из Дагестана, она из села Кизелюрт, и это, да, село, в которое в 90-х годах приехал отец Хабиба, и там родился сам Хабиб, и это село очень гордится тем, что это село Хабиба. Эта деревня, она очень маленькая, не знаю, там население, плюс-минус 3 тысячи, 4 тысячи жителей, она находится в 70 километрах от республики Махачкалы, там все абсолютно, все очень набожные, относятся к категории радикальных мусульман, которые прям там все черные, там никакая музыка. И, конечно же, это не вошло в фильм, но об этом говорила Светлана Анохина, журналистка из Дагестана и активистка. Она говорила о том, что вот село, из которого Вика, в том числе, оно настолько строго, и там настолько за всем следят, потому что это село Нурмагобедовых, семья вышла оттуда, и нельзя уронить это село в грязь. Мы все должны себя хорошо вести, мы все должны соответствовать, и почему-то соответствовать значит контролировать женщин, как мне. У меня сложилось такое ощущение, потому что все равно мужчинам почему-то позволяется больше. И в судьбе Виктории это имело прямые последствия, когда, как я понимаю, она уехала в Москву, устроилась на работу, но ее выследили, нашли и вернули. Да, именно так. Я не могу сказать, каким образом это сделали, потому что у меня нет каких-то подтверждений. Вика рассказывает, что ее родители платили взятки полицейским и покупали съемки с камер. Об этом говорят многие другие герои фильма-активисты, что так чаще всего родители находят с помощью коррупции, с помощью того, что они платят полицейским, в том числе в Москве и везде. Вика избегала несколько раз. Надо сказать, что очень многие девушки, которые пытаются бежать, бегут несколько раз, потому что не всегда получается с первого раза. И она смогла убежать, не буду рассказывать, как. Посмотрите фильм, без спойлеров. Это интересный был способ, скажем так. Но родители ее выследили довольно быстро. Не прошло двух недель, когда они приехали, поймали ее у ее дома и посадили в машину и все, повезли в Дагестан. По дороге домой она пыталась сбегать несколько раз. Она выходила в туалет, пыталась выбежать из окна в туалете на заправке, кричала, вызовите полицию, но работающая на заправке женщина даже там отвернула голову. И вот у нее много обид в сторону тех людей, которые не помогли. Да, ее вернули. И то, о чем важно говорить, если побег неудачный, то уровень насилия резко возрастает. Потому что тогда родители знают, так, мало того, что у тебя в голове какие-то мысли о свободе, так ты еще и посмела убежать и подставить родителей. Потому что, когда ее вернули, ей сказали братья и отец, вот из-за того, что ты ушла, нас все начали стыдить, с нами не хотят иметь дела, у нас проблемы с бизнесом. И Вика говорит, что ее семья считает, что они жертвы, а она абьюзер, по сути, что вот она довела их семью до того, что им было плохо, они были вынуждены ее вернуть. И когда они ее вернули, начали пытаться исправить несколькими способами. И один из них это изгнание джинов. Это такая практика, распространенная в нескольких республиках Северного Кавказа. На самом деле, изгнание джинов это практика, как сказать, она не обязательно насильственная. Очень многие люди на Северном Кавказе ходят к мулам, которые утверждают, что могут изгнать джинов, потому что им это помогает. Ну, это такая форма, знаешь, спиритуального лечения, можно сказать. Экзорцизм. Экзорцизм, да, но я лично считаю, делайте, что хотите, если это не насилие над другим. С собой, пожалуйста, других не надо трогать. И проблема здесь, вот с этими девочками, потому что Вика, еще одна моя героиня, у них было несколько побегов, и после этого их каждый раз начинали вводить по этим мулам, пытаться исправить. Это насилие чистой воды. И Вика была у нескольких экзорцистов. Надо я вот немножко расскажу с ее слов, как это было. Как только ее привезли из Москвы, ее сразу же повели к первому экзорцисту. Они сразу такие, все, надо ставить уже крест на этой девушке, везем сразу, попытаемся изгнать джина. Ее привезли, там какое-то непонятное здание, ночь, грязно, темно, все девушки лежат под простынями, дышать невозможно. Я думаю, ей было еще очень страшно, она не ела везде, не пила, ничего. Ну, как бы вот. И там мула орет в микрофон какие-то молитвы. Я думаю, это довольно... Мне было бы тяжело. Я человек, который вообще звуки, это похоже на пытку для меня, по ощущениям. И когда там она двигалась под простыней, пыталась снять ее, чтобы подышать, он бил там по рукам, по плечам палкой, там палочка у него была. Но на этом не закончилось. Ее возили к разным экзорцистам. Ее возили к экзорцистам в Дагестане, в Ингушетии. Один из экзорцистов сказал, что в нее вселился русский джин. Имелось в виду, что вот она не хочет жить по местным заветам, это потому, что вот русский джин в нее вселился, и ее управляет. Другие ему говорили, да нет никаких джинов, просто вот не хочет слушаться. И это вот зависело. Ее водили к многим. Потом ее начали водить к психиатрам местным, которые начали лечить ее от того, что она не слушается родственников. Ее начали закалывать. Закалывать до того, что она рассказывает, что я вот была практически как овощ. И в этот момент, когда она поняла, что все, я не могу, я больше не выдерживаю. Ну и плюс еще после побега ее сильно, ну как бы ее побили. Там ее обрезали волосы. Это тоже одна из форм пыток, привняющихся к девушкам, которые не хотят слушаться своих родственников. И у нее отобрали дверь в ее комнату. То есть она все время лежала, рыдала, потому что ее жизнь была сломана. Родственники приходили, заглядывали, и она чувствовала, что она как зверек в клетке, на которого все смотрят. Она поняла, что она больше не может, и она просто начала делать вид, что она смирилась. Тогда ее начали, перестали так мучить. Исчезли инъекции, исчезли таблетки. И постепенно начала приходить в себя и думать о новых способах побега. Но очень многие из них им приходится играть в хороших девочек очень долго между побегами, чтобы родственники начали им снова доверять. Ты несколько раз вскользь упомянула тех людей, которые помогают им бежать, правозащитников. Мне кажется, пришло время с ними познакомиться тоже. Расскажи, насколько это вообще опасно для этих людей, как они этим занимаются и кто они? В нашем фильме мы говорим с представителями трех разных организаций. Это Северный Кавказ СОС, это МАРЕМ и это правовая инициатива. МАРЕМ, по-моему, не является иноагентом еще, но правовая инициатива и Северный Кавказ СОС это иноагенты. Интересный факт, что когда мы начинали снимать фильм, я спрашивала у основателя Северного Кавказа СОС, Давида Истеева, почему он основал эту организацию, потому что раньше Давид Истеев работал с очень известной организацией, которая называется ЛГБТ-сеть. Она известна тем, что помогала геям в Чечне, которых пытали, и тем, что про них был снят документальный фильм «Добро пожаловать в Чечню», который тоже можно посмотреть на нашем Ютуб-канале Росской службы BBC. И я его спрашиваю, зачем нужна была отдельная организация. Он говорит, ну потому что уже фонд, который выделяет нам деньги иноагент, ЛГБТ-сеть тоже на грани, или они уже были иноагентами. Мы решили создать новое юридическое лицо, и пока мы снимали, все было хорошо, и буквально за месяц до выхода фильма они тоже признаются иноагентами. Я думаю, блин, ну ладно, больше нужно писать комментариев про то, что все иноагенты, кого мы упоминаем в фильме. Ну и, собственно, опасно ли, как раз говоря о Давиде Истееве. Один из аргументов, почему им нужна была отдельная организация, заключался в том, что заниматься правами ЛГБТ-людей в России опасно, но заниматься правами людей на Северном Кавказе неважно, ЛГБТ это люди или просто люди, подвергающиеся пыткам, или это женщины, еще опаснее. Это другой уровень опасности, и они вывозили этих девушек, они вывозили геев, они вывозили людей, которых там пытали, у них несколько направлений. И они постоянно находились в опасности, но и подвергали опасности своих коллег, потому что это была одна организация, и там им нужно было как-то отделить себя от них, потому что у них были свои протоколы безопасности, они знали, как они могут жить, и не хотелось подвергать опасности больше количеству людей. Я спросила самого Давида в какой-то момент, почему он начал этим заниматься вообще, и он рассказал, что там он жил в Питере, его позвали делать какое-то мероприятие, связанное с ЛГБТ-тематикой, давным-давно он его организовал, было классно, понравилось, он присоединился, но все изменилось для него, когда вот они начали помогать вывозить разных ЛГБТ-персон, и в какой-то момент он получил сообщение Атаминад, девушке, которая тоже есть в этом фильме, которая сказала, я хочу сбежать тоже, помоги. У меня было 4 побега, и 3 из них было неудачных, а один был удачный. Я сама заказала такси в Чечне, в Грозном, ночью, пока все спали, я выбежала, я прокралась через сад, через калютку, я вышла, села такси, и так доехала до Владикавказа, и там меня уже встретил другой человек, мне сняли номер. И он такой, ну поможем, всем помогали, ей поможем, но этот побег изменил его жизнь, потому что после того, как они вывезли Аминат в дом к одному из соцработников, помогавшим Аминат, и там державшим ее у себя дома какое-то время, пришла группа, все были в штатском, Давид утверждает, что это были чеченцы, и среди них были родственники Аминат, и там пришло то есть 10 человек с ножом, приставили нож к горлу к соцработнику или работнице, я не помню, требовали сообщить, где Давид, где Аминат, ушли, потому что ничего там не нашли, но, конечно же, Давиду в этот момент написали, Давид, тебе нельзя домой. Мы просто ушли со словами передай Вестееву, что он труп, а я больше с этого момента дома не появлялся. Вот я уехал по завтракам утром на работу, поехал на метро, на другую квартиру, шел пешком, и, блин, это было как-то все. Ну, это было первый раз, и это было как-то все. Жизнь скачула, я вообще не понял, зачем я должен приняться. Что я такого сделал? И вот он ушел с утра из дома, не зная, что будет дальше. И это был последний раз, когда он был в своей той квартире, ему пришлось полностью сменить жилье, пересесть с машины на метро, потому что, если там задействованы полицейские, чеченские каким-то образом, то выяснить его местоположение, если он вернется домой или будет есть на своей машине, элементарно. И с тех пор, да, у него исчезло ощущение там дома безопасности. Но он в России? Нет, он не в России. Не в России. Но даже не в России для него опасно, да? Ну, да. Я не знаю, в какой стране он находится сейчас. Мне кажется, он постоянно передвигается. Как он может дистанционно продолжать помогать людям? Ну, он же координирует уже сейчас. Он не руками это делает. Причем, вот тут тоже часть, которая не вошла в фильм, но которая меня очень сильно тронула и задела. У Эскосос нет волонтеров и активистов на территории Северного Кавказа. Это было осознанное решение, потому что раньше они были, и в какой-то момент, по-моему, две женщины, которые помогали, я не могу, могу ли я говорить или нет, потому что у меня нет доказательств каких-то вещественных документов. Их арестовали и пытали в полиции. После этого он понял, что он не может подставлять людей, и это слишком опасно. И поэтому сейчас, если они помогают девушкам, то там договоренность такая, мы тебе помогаем дистанционно, мы тебе придумываем, как ты выйдешь, и мы тебя подхватываем уже в центральной России, когда ты выезжаешь. И насколько я понял, вот смотря на твой фильм, побег, это последняя какая-то мера, и Давид, и его коллеги, они советуют девушкам, если у них отношения, скажем так, не сильно испорчены, если там насилие не доминирует в этих отношениях, но девушки хотят уехать из семьи, попробовать, все-таки, не знаю, поступить в какой-нибудь университет, уехать из из-под опеки родителей и вообще уехать из тех республик, где они живут, куда они там, в Москву или в Питер. У нее родители ничего не знают, у нее прямых рисков сейчас нет. Если ты ее увозишь, они у нее сразу появляются. Рассматривает ли она какую-то возможную ситуацию иначе решит вопрос. Ну, не знаю, там поступление в какой-то университет в Санкт-Петербурге, в Москве, для того, чтобы немножко дистанцироваться от родственников. Потому что сейчас она не имеет риска, она имеет страхи. Если она сбежит, она имеет риски, с которыми тебе уже потом и ей разгребаться. Ну, то есть, как бы побег это ситуация, когда у тебя уже есть реально у нее задница или прям жесткое насилие. Либо, если она уже сбежала, тогда можно иметь смысл брать. Если она у тебя сама по себе сбежала, да, условно, вот у тебя риск возник. Пока его нет, не надо его создавать. И вот, помнишь, ты спрашивал меня про эту девушку, которую я встретила в Грозном. И для нее выход, то, что у нее не было насилия в семье, ей просто не хотелось жить в Грозном. Для нее выходом оказалось выйти замуж. Она сама выбрала себя жениха, ее никто не заставлял, но она знала, что мне надо бы поскорее выйти замуж, пока родители начнут задавать вопросы. И вот она познакомилась с молодым человеком, про которого она знала, что он тоже не хочет жить в Грозном. И они переехали, и просто живут обычной жизнью, воспитывают своих детей, ходят на работу, любят друг друга. Побег, последний выход, в том числе, потому что побег наносит огромный урон семье твоей, и поэтому у семьи часто не бывает выхода, им приходится тебя искать. Им приходится тебя искать, чтобы тебя вернуть. Побег не рекомендует никто, потому что это очень страшный, опасный шаг, который подвергает риску девушек, ну и самих родственников, которые остаются. И плюс, помимо этого, очень важно помнить о том, что это разрывает связь со всем, что ты помнила. Разрывает связь с родственниками, разрывает связь с родной землей, своим селом. Я спрашивала у сестер из Дагестана, что вы больше всего любили дома? И у них много хороших воспоминаний. Они не говорят, все ужасно, наша жизнь была мраком. Они говорят, какая же была красивая природа, какой чистый воздух, какие были горы, какая там была река, какие прекрасные у нас были там праздники. Но это все ты теряешь, теряешь маму. И мы можем понимать, что вот мама подвергала Вику насилию, побоям, потому что там Вика писала в полицию и хотела выбраться и каким-то образом. Тоже навлекала стыд на свою семью, можно сказать так, по ее мнению. Но это не значит, что Вика не любит свою мать. Сколько мы знаем детей, которых избивали, их родители, они все равно их любят. Но тут у тебя больше нет возможности с ними увидеться. То есть одна из проблем, я спрашивала у активистов, как часто на самом деле возвращают девочек из-за границы? В России это понятно, но если они уже выехали, как часто их возвращают? Ответ насильно, чтобы поймать, вот так вернуть. Не часто они даже не смогли мне привести ни один пример. Возвращают манипуляциями. Был случай, вот буквально недавно, тоже один из молодых людей, которых вывозили из Кососа, Давид, вернулся домой, на родину, на похороны отца. Не смог не вернуться. Обида на отца была, все это было, но похороны отца, что может быть важнее для человека, там из Чечни условно. И когда пытался вылететь, во Внуково его задержали, и московские полицейские отдали его чеченским полицейским, и чеченские полицейские родственникам. Никто о нем ничего уже не слышал, прошло несколько месяцев. И с девушками то же самое. Все истории, когда девушки вернулись, их уговорили родственники, поэтому активисты им говорят, если ты решила бежать, если ты решила все, удаляем все номера, выкидываем все телефоны, вот тебе новый телефон, не связываемся, не заводим в соцсети, ничего, пожалуйста, это самое опасное. Смотри, я понимаю, что ты не можешь говорить о том, где твои героини сейчас находятся, но можешь рассказать хотя бы, чем они в принципе занимаются, на что надеются, каким видят свою судьбу, там свое будущее ближайшее. Ну, для меня одним из тяжелых открытий, на самом деле, во время съемок было то, что, возможно, удивительно, что я удивилась этому, но осознание того, насколько это тяжело. Новая жизнь, это тяжело. У тебя нет ничего. Во-первых, ты становишься беженкой. Давайте откровенно. Вот я видела разных девушек, не все девушки, которых мы снимали, попали в фильм. Одна из девушек, с которой мы общались, я задала ей вопрос, а ты понимаешь, что вот теперь у тебя новая жизнь, ни денег, ни заботы, ничего, надо как-то самой ее решать. И человек искренне удивился, потому что ей это всю жизнь, там родственники говорили, сбежишь, там, конечно, сядешь на европейские гранты, но это не так работает. Вика 11 месяцев провела в лагере для беженцев. Лагерь для беженцев довольно страшное место. Я бы никому не советовала там оказаться. Там не то, чтобы вокруг все одни девушки, бегущие от домашнего насилия, там люди бегут от всего. Там тоже происходит много насилия внутри этого лагеря. И ты сидишь, и ты ждешь, дадут тебе статус беженца, не дадут. Это постоянная тревога. Это очень сильно влияет на твое психологическое здоровье. Плюс ты постоянно находишься в страхе, у Вики бесконечные кошмары. После выхода фильма я ей каждый день пишу, спрашиваю, как она, потому что я переживаю. Я переживаю не только за ее безопасность, но и за ее ментальное здоровье, потому что она решилась рассказать эту историю, в том числе, потому что если с ней что-то случится, ей не хочется исчезнуть бесследно, ей хочется, чтобы где-то была запечатлена ее история. Но тот факт, что вот она на свободе, вот она уже делает то, что ей нравится. Ну, собственно, то, что мне греет сердце, это значит, что вот она обставляет свою квартиру, как ей хочется. Вот она хочет такие шторы повесить, такие шторы повесить, а вот тут свечки какие-то купила. Вот она хочет это приготовить на ужин, она приготовила на ужин себе, а не мужу, не отцу, не кому-то, кто от нее потребовал. Вот она хочет играть на фортепиано, она может весь день сидеть и играть на фортепиано, а не прислуживать кому-то, как надо было бы. Она хочет научиться рисовать, она хочет пойти и учиться, и стать графическим дизайнером. Но все эти мечты, я надеюсь, что они реализуются, я верю, я верю в свои героини, они кажутся очень целеустремлёнными, но при этом это очень сложно. Поступить в университет сложно даже, когда ты готовишься к университету. И вот у девочек из Дагестана, у этих четверых только одна из них закончила школу, остальные также доучились в 7 классов. То есть их первый шаг – это понять, кому обратиться, кто поможет им в новой стране, на новом языке закончить среднюю школу, чтобы потом продолжать учиться, чтобы потом кем-то стать. Это очень сложно. И все мои героини, вот Аминат, она дольше всех находится на свободе уже 3 года, и она до сих пор в подвешенном состоянии, до сих пор живёт в шелтере. Представь, вот у тебя не было как бы самостоятельности и самостоятельной жизни никогда. Ты не знаешь, что такое этот вот внешний мир. И ты в нём оказался, и у тебя были какие-то фантазии, но они часто бьются о реальность. Мне очень понравилась цитата Светы Анохиной в нашем разговоре. Она мне сказала, вот меня все спрашивают, и что эти ваши девочки, они сбежали? Счастливы они теперь? Нет, они не счастливы. Они очень сильно травмированы, им очень страшно, им очень одиноко. Но, по крайней мере, их не избивают. По крайней мере, их не ведут к азарцистам. По крайней мере, их не ведут к псевдопсихиатрам. По крайней мере, им не говорят, выходи замуж за своего брата. То есть, их жизнь не становится прекрасной, замечательной. Появляется надежда на то, что она может такой стать. Ну, надо сказать, из всех, с кем мне приходилось общаться, вот этот Гаджамуат, он был самый сдержанный. Он меня ни разу не проклял. Ни разу не сказал, чтобы я горела в аду. Что прямо удивительно, учитывая обстоятельства. И я вижу, что он искренне переживает, он искренне не понимает, а что не так. Почему? Если ты дочек так любишь, то не стоит их держать дома в запертии. Кстати, Светлана Анохина, против нее самой возбудили уголовное дело по фейкам, да? Да, да, да. Она сейчас проходит, не знаю, на момент записи подкаста, по-моему, она еще не закончилась. Но ей тоже грозит срок, прямо скажем. Да, да. Но она довольно активно высказывается против войны, которую Россия ведет в Украине. Но она не появляется в России сейчас тоже. Смотри, ты сказала, что ты каждый день на связи с Викторией, да? Не знаю, как с другими героинями, что ты беспокоишься за ее ментальное здоровье, что тебе важна судьба их, что случится с ними. Как для тебя решается проблема того, чтобы ты сама оставалась журналисткой, а не становилась правозащитницей? Тяжело. И такая, наверное, личная деталь. Я обсуждала это своим психотерапевтом. Это, наверное, смешно. Но я в какой-то момент пришла и говорю... Это не смешно. Не смешно, это не смешно. Я пришла на сессию и говорю, у меня проблема. Я делаю фильм, я говорю с своими героинями. И часть меня, особенно я, будучи женщиной, которая знает, с чем сталкиваются женщины, которая слушает о насилии, которое они пережили, я сижу в ужасе. И мне хочется их обнять и сказать им, какой ужас, и верить им безоговорочно. А другая часть меня, которая отвечает за какие-то мои профессиональные качества, очень скептическая. И она говорит, ну вот ты говоришь, что тебя там мама побила, но вообще-то в России многих мама бьет. Ну вот ты говоришь, что у тебя домашнее насилие, но у нас в России вообще-то домашнее насилие декриминализировано. И в эти моменты, во-первых, я начинаю думать, боже, что же со мной не так? Если я считаю, что если там кого-то еще мать бьет, то нормально, что и тебя бьют, тут нет какой-то драмы. Вообще-то есть. Ненормально, что кого-либо бьют. Ненормально, что в России вообще нет законов, по которым можно пойти в суд и быть уверенной, что тебя защитят от твоего насильника. И чаще всего по статистике самые близкие люди, родственники. И я спрашивала, что делать? Вот как мне быть? Как мне отключиться, но при этом оставаться человеком? Ну да, совет был только один, стараться не осуждать, а просто принимать информацию. И одним из решений для меня было именно то, что я решила, если я могу доказать то, о чем они говорят, я оставляю это в фильме. Если нет, я им верю, но я не хочу, чтобы это было в фильме. И вот, например, с Викой, у нее... Это тоже важная часть, которая, наверное, важно сказать. Мы не связывались с родственниками. У нас не было цели, у меня не было цели позвонить родственникам и спросить, правда это или нет. Мы думали об этом, потому что, наверное, это было бы правильно с журналистской точки зрения. Но поговорив со всеми активистами и специалистами по безопасности, было принято решение, что это увеличивает риски разозлить родителей. И это нехорошо, что это опасно, потому что это прямое вторжение в личную жизнь родственников. И тогда на нее им придется реагировать и начинать поиски с новой силой. Ну вот смотри, ты сказала очень важную вещь, что ты включила в фильм только те детали, которые ты можешь доказать. И тебе могут те люди, которые, допустим, скептически отнесли к вашему фильму, могут сказать, какие у вас доказательства того вообще, что в отношении ваших героиней совершалось насилие? Вы можете, я не знаю, какое-то медицинское свидетельствование перевести, или какие-то свидетельские показания третьих лиц, ну или какие-то другие доказательства? Ну, давай тогда по порядку. Вещь, которую, конечно же, мы не можем доказать, ну не, конечно же, пока я пыталась найти возможность ее доказать, но не получилось, это факт женского обрезания. Я, конечно, лично не представляю, при каких условиях человек захотел бы сказать, что ему совершили женское обрезание, и при этом ему не совершили. Я реально не могу представить, зачем это говорить. Но неважно. Я все равно, да, думала, что, ну, как бы правильно доказать. Я надеялась, что, возможно, мы сможем найти клинику, мы сможем как-то договориться. Но где находятся девушки сейчас, там нет клиник, которые, в принципе, имели когда-либо дело с жертвами калечащих операций. Калечащие операции практикуются в очень малом количестве мест. И, например, в Великобритании, где мы с тобой находимся, очень много клиник, поддерживающих жертв калечащих операций. Ты можешь там ввести эту формулировку в Гугле, и у тебя 10 тысяч ссылок, потому что здесь много диаспор из разных стран, где такая практика есть. А девушки сейчас находятся не в Великобритании, и в странах, где с такой практикой никто не сталкивался. И, например, в трёх разных странах мы звонили гинекологам, и там больше 10 разных клиник нам сказали, вы знаете, наши специалисты не смогут провести обследование, езжайте в полицию. А какая полиция? В полицию надо идти обращаться в Россию. Ну и всё. Поэтому мы в фильме говорим, что документального доказательства этого нет, но девушки всё ещё пытаются пройти обследование. Я надеюсь, однажды у них это получится. Но, например, в случае с Викой, её, по сути, родственники выкрали. Родственники выкрали совершеннолетнюю девушку в центре Москвы и отвезли в Дагестан. Это, по-моему, преступление. По-моему, это называется украсть человека. И у этого есть прямое доказательство. Почему Вику подвергали такому большому насилию всем? Потому что она постоянно, через какие-то старые компьютеры, через телефон без симки, пыталась связаться с полицией. Она писала в следственные комитеты, куда она только не писала. И она понимала, что нужно писать в Москву. И что нужно писать не в местные отделения. В какой-то момент, видимо, одно из её обращений дошло до следственного комитета. Ну, а потом оттуда была спущена Махачкалу, из Махачкалы в её район. И полицейские в какой-то момент оказались на пороге её дома. И отец обалдел и такой, что вы тут делаете? Он говорит, говорят, тут кого-то удерживают. Вас удерживают? Отец говорит, нет, никого тут не удерживают. А она стоит и такая, ну, как бы, а можно отойти? Я покажу тебе удостоверение. И она говорит, ну, да, меня как бы удерживают. И в итоге поехала она, её родственники, все в участок. И она была со следователем. Первое, что сказал ей следователь, ну, как так можно против своих родителей заявление писать некрасиво, всё-таки неправильно так-то с родителями поступать. Но она упертая девочка, и они договорились, что она напишет заявление и подпишет то, что он ей скажет подписать. И тогда он всех отпустит, всё будет хорошо. Но договор был, что он опишет то, что произошло. В фильме есть цитата из этого полицейского заявления, в котором отец говорит, мы нашли её в Москве, мы привезли её домой, потому что она психически ненормальная, потому что после развода она ходит и песни какие-то поёт. Он говорит, что она всю критику воспринимает в штыки, поэтому мы решили, что её завербовали террористы, или она попала в плохие руки, и поэтому мы были вынуждены вернуть её домой. То есть диагноз ставит он. Диагноз ставит он. Во-вторых, больше всего мне понравилась следующая фраза, где он говорит, насильно дочь никто не держит. У неё психические проблемы, поэтому отпускать её не имеем права. То есть у нас есть документ из полиции, заявление, в котором отец признаётся в совершении преступления, по сути. Потому что, простите, а что значит фраза? Мы вернули её домой. Что значит фраза? Мы возили её на лечение в Ингушетию, одержимости у неё не обнаружили. Что такое одержимость? Какую одержимость вы пытались обнаружить у своего ребёнка? Насколько это соответствует законам Российской Федерации проверять, есть ли у человека одержимость? Это вообще что за понятие такое одержимость? Ну, то есть человек признаётся в совершённом преступлении, а в конце следователь пишет, отказать в открытии уголовного дела в связи с отсутствием доказательств. Родители должны были так поступить, потому что, а вдруг её реально террористы завербовали? Да в чём это проявляется, вербовка до террористов, я не понимаю. А ещё в ситуации есть с Аминат, в которой мы оставили часть про то, что её как раз пытались заставить слушаться родителей с помощью медикаментозного лечения. Её повезли в клинику профессора Игоря Боева. Кстати, с полицейскими и с Игорем Боевым мы пытались связаться, и мы отправляли официальные запросы, не получили ответа. Когда мне было лет 20, это было в августе, без всякого предупреждения меня отправили к какому-то типу, в белом халате его звали Боев. Он с моими родителями совещался, и он им сказал, что он видит во мне, что я больна шизофренией. Я спрашиваю, почему он так считает. Он говорит, когда человек с порога приходит, мы видим, что он больной. Опять же, я могла бы сказать, да, это всё её слова, но у неё, во-первых, сохранились выписки, которые из этой больницы, где написано, какой диагноз, и диагноз, где написано болезнь Бройлера. Это не официальный диагноз. Если мы посмотрим российские диагнозы, в связи с которыми Минздрав действует, такого диагноза нет. Это как бы другое название для шизофренией, но это не профессиональное название. И дальше там написано, что ей ввели колоть, и там написано повторить курс инъекций ПИКТ. И ещё говорил, что не будет раскрывать содержимое капельниц, потому что это его авторский рецепт, и это засекречено. И меня вот сильно, очень сильно мутило от этого. Спадало очень сильно давление, я не могла стоять нормально, меня передвигали на инвалидной коляске. Я ввожу этот курс инъекций ПИКТ. Там написано, какие-то синтетические инъекции, что это мы вообще не знаем. И она не знает. И она спрашивала врачей, что вы у меня колете. Они говорят, это секрет, это наша технология секретная. Что за новый уровень медицины, когда вы не раскрываете технологии того, что вы колете в совершеннолетнего человека, который говорит, я не хочу. И мне кажется, это довольно веское доказательство. Ну и у Аминат ещё ситуация в том, что она единственная из моих героинь, кто решил продолжать бороться. Она подавала в суд и на родителей, и на врача. Её тоже возили к экзорцистам. И мама, который пытался изнать её с джинов. Конечно же, чеченская полиция всё время говорила, что нет, со своего преступления ничего не заводила. Но сейчас дело против её родителей находится в ЕСПЧ, в Европейском суде по правам человека. ЕСПЧ больше не принимает дела из России, но её дело было подано ещё в 2019 году. И она вот последняя, кто успел. То есть она пытается доказать в суде все пытки, которые на ней были совершены. Вот ты рассказал уже о том, что такой сложный был у тебя выбор. Мы про это поговорили. Журналистки, с одной стороны, с другой стороны, какого-то личного вовлечения в историю. Эти все. Были ли моменты, связанные с сложным этическим выбором в том смысле, что тебе очень хотелось рассказать какую-то историю, но ты не могла её рассказать, потому что это могло навредить героиням. Да, таких историй несколько. Которые я храню в себе, и лучше бы я их не знала. Иногда я думаю об этом. И говорить, да, конечно же, они не будут никогда озвучены, потому что это ставит небезопасное положение моей героини. В том числе, как я уже сказала, это были не единственные девушки, которых мы снимали. Мы снимали ещё других девушек. И не все из этих девушек решили остаться на свободе. Кто-то принял решение вернуться. Вот смотри, ты сказала, что были девушки, которые вернулись. И я, когда смотрел твой фильм, меня вообще никогда там на протяжении этого часа, чуть больше часа, сколько длится этот фильм, не было ощущения хэппи-энда, даже несмотря на то, что девушки уехали, оказались в безопасности. Потому что мы с тобой уже об этом говорили, что да, с одной стороны, насилия в их жизни нет, а с другой стороны, нет и светлых воспоминаний каких-то, вернее, реальности, связанные с воспоминаниями, с детством, со своей деревней, аулами, не знаю, с родственниками. Ты не видишь маму свою, отца. И психологические травмы, которые связаны с насилием, тоже никуда не делись. Они про это всё помнят. Вот я смотрю просто на них, и я до конца не понимаю, что будет дальше. Мне кажется, пока хэппи-энда нет, но вообще, мне кажется, жизнь, она нелинейна. И она не заканчивается. Лично для себя, когда мне становилось грустно за них, и я видела, как им тяжело, я начинала думать о себе и думать о том, что так, Злат, ну, ты тоже ходишь на психотерапию не случайно, ты тоже сталкиваешься с какими-то периодами, когда тебе тяжело, там у тебя тоже сильная тревожность. А тоже бывает момент, когда ты не хочешь выходить из дома, но ты же потом это перебарываешь и выходишь. И мне кажется, ну, я не знаю, наверняка есть люди, у которых идеальная счастливая жизнь, но большинство из нас, она не такая. И странно ожидать от девочек, которые пережили столько насилия, что вот сейчас всё, они на свободе, и теперь всё будет классно. Нет, им предстоит огромная работа. Но это нормально. Мне кажется, с этим мы все живём. Нормально понять, где у меня болит. Нормально начать это лечить. Нормально, если займёт несколько лет, потому что чем раньше ты начнёшь залечивать свои раны, тем раньше у тебя начнётся более спокойная жизнь. И в этом я вижу хэппи-энд. Я вижу, да, год будет плохо, два, три. Через четыре года начнётся какое-то принятие. Через четыре года начнутся зарабатываться какие-то более лучшие деньги, чтобы пойти к лучшему специалисту и лучшему врачу, или там появятся друзья. Память будет меняться, будут появляться всё больше хороших воспоминаний. Я верю в них, потому что все героини этого фильма настолько сильные. Мне кажется, у меня нет столько сил, я бы не смогла. То есть, ты рискуешь всем, и они настолько какие-то изобретательные, потому что там условно Вика, как она писала эти заявления в полицию? Был какой-то старый компьютер, у которого отдельно была клавиатура, не было мышки, половина кнопок не работала, и компьютер уже, как я даже, знаешь, вот коробки были раньше. И она в какой-то кладовке его нашла, и по-тихому, пока там родители где-то чем-то занимаются делами, вот так вот двумя пальцами как-то там писала эти заявления, отправляла. То есть, и в какой-то момент у неё появился телефон старый, она его нашла тоже где-то в кладовке, дома эти телефоны, вот такой телефон, который еле работающий, и прятала его за шкафом в чулке и доставала его чулком, ну, то есть, чтобы было невозможно его найти. То есть, у них есть такие навыки, которых нет у нас, и я надеюсь, что они им тоже помогут в жизни. Ну, и самая позитивная история, это, конечно, история сестёр, потому что у них есть то, чего нет у других моих героинь, к сожалению, это поддержка. Они вместе. Я думаю, у всех у них всё будет хорошо, но им, конечно, будет проще. Слушай, расскажи немножко, как вы снимали этот фильм? Вот насколько я понимаю, что всё это происходило частично в атмосфере секретности. Вы, наверное, не только о безопасности героинь своих, но и о своей безопасности должны были заботиться во время съёмок. Ну, скажу честно, я не чувствую себя в какой-то сильной опасности. Для меня главным этическим вопросом, и, честно говоря, я до этого просто не работала никогда с такими сложными темами, я обычно занимаюсь чем-то не настолько опасным, но опасным в том плане, что мне было всё время страшно, что каким-то неправильным своим действием мы подставим наших героев и наших героинь. В этом, наверное, была главная опасность. А что, если мы там как-то так снимем, что можно будет узнать локацию? А что, если там как-то мы полетим, что, может быть, проследить наш перелёт? А что, если кто-то нашу там переписку? Мы выбирали правильные способы общения какие-то там с чатами удаляющимися. Мы летали через несколько стран иногда. У нас была очень маленькая команда, только два человека. Мы не рассказывали никому, в каких странах это происходит. Например, большинство локаций, которые люди видят в фильме, это то, что мы сняли. Мы не снимали героев в их настоящих локациях, ну, чтобы не было возможности узнать интерьер, ещё что-то. Какие-то очень такие общие, знаешь, стены и так далее. Это всё было сделано намеренно, потому что мы пытались обезопасить наших героев. В СМСках не озвучивались какие-то вещи, только лично по телефону, мы пользовались разными приложениями, более защищёнными, чем там WhatsApp, Instagram и так далее. Было много таких правил, которые мы обсуждали. Ну и, честно говоря, вот с Викой, я до последнего уговаривала её, давай... У нас в фильме есть ещё анимация, я хотела сказать, очень красивая, и я считаю, что это одна из самых удачных частей фильма. Анимация показывает то, что невозможно было снять, как сам процесс побега и так далее. И анимация появилась, когда я ещё была уверена, что я смогу убедить Вику не говорить со мной на камеру. Я говорила ей, давай, ты расскажешь свою историю, мы сделаем документальный анимационный фильм. Ты этого ещё не сделала. Там Аминат, который есть в фильме, но она уже публично говорила до этого. Сёстры, которые позже намного появились, ну там тоже публичная история, а она никогда публично не говорила на камеру до этого. Я убеждала её, слушай, ну это небезопасно. Зачем? Ну для неё это было важно и принципиально. В этот момент тоже, знаешь, такой вопрос, почему я взрослого человека уговариваю этого не делать? И я помню, что мне было даже стыдно, но я пошла и спросила Давида, Давид, как ты думаешь, если мы её запишем, это очень плохо? Он сказал, ну Злата, вообще-то надо уважать человека. Она взрослая, это её решение, почему ты решаешь за неё? И тогда я пришла, ну ладно, если она хочет, мы будем её снимать. Реакция какая на фильм, особенно на Кавказе? Я была шокирована количеством положительных комментариев. Почему шокирована? Ну потому что я-то ждала обвинения себя во всех греках, этих девочек во всех греках, и процитирую некоторых комментаторов, которые пишут, что вот, эти девочки слабы на передоке, таких выражений даже не знаю. Ну короче, их все обвиняют в том, что вот они сбежали не от насилия не за свободой, а чтобы, не знаю, заниматься сексом направо и налево. Я вообще не знаю, кто об этом думает. И, кстати, интересный факт, я спрашивала у сестёр, ну что, есть мальчики, о которых вы думаете, и у них просто ужасники, какие мальчики, мы не хотим замуж, мы не хотим этих мужчин вообще видеть, мы хотим смотреть аниме, тусоваться вместе, готовить новые блюда, пойти в школу и рисовать, и там танцевать, и тиктоки смотреть. Мы не хотим, то есть они реально как дети. Какой разврат, о чём, какие наркотики, какой алкоголик, которым пишут некоторые комментарии, они бежали не за этим. И я ожидала, да, много негатива, много, да, они всё врут, да, они такие-сяки. И, конечно, такие комментарии есть, но почему-то они все от мужчин. Очень много комментариев, которые я увидела, меня очень сильно тронули, потому что там были комментарии. Я сама родилась, выросла на Северном Кавказе, сбежала сама, мне никто не помогал. Прошло 8 лет, мне всё ещё больно. В комментарии так и есть. И моя мама смотрит такого-то, и мама у неё, я не могу её ни в чём убедить, я боюсь, что меня не отпустят учиться. Комментарии, мы с подружками сидим, тоже рассуждаем, как бы нам хотелось поехать на велосипеде, и мы знаем, что у нас этого никогда не будет. И это всё комментарии с аккаунтов, в которых нет настоящих имён, и нет картинок. А просят помочь? Ну, нет, там никто не просит помочь. Там просто кто-то пишет, мне скоро 18, я планирую побег, надеюсь, у меня тоже получится. И когда я видела эти комментарии, а там ещё был комментарий от какой-то женщины, она сбежала уже давно, которая сбежала своим сыном, которая тоже, это всё правда, все, кто пишут, что это неправда, вы врёте, рождиться женщиной на Северном Кавказе это проклятие, и вам повезло, если ваша семья вас любила, и всё было хорошо. А вот мне не повезло, и я сбежала, и от меня там отказались, и так далее. И там очень много боли, ну, и очень много поддержки от других женщин, которые пишут, мы так рады, что у вас получилось. То есть мы хотим, чтобы у вас всё было хорошо. В каком-то смысле увидеть комментарии женщин, которые написали, мы тоже хотим сбежать, или мы тоже сбежали, или, возможно, мне не получится, но я надеюсь, это очень ценно. И сама Вика, когда я её спрашивала, ну, почему же ты хочешь так на камеру разговаривать со мной, ну, что ж такое? И она говорит, Злата, я потеряла всю надежду в какой-то момент, и мне было так плохо, я реально хотела покончить с собой, и у меня там уже было лезвие, я сидела в ванной с этим лезвием, и решила, сделаю последний шаг, и я ввела там положение женщины, женщины в Дагестане на Северном Кавказе, и случайно увидела статью с Аминат Ларсановой. Вот Аминат, девушка тоже есть в фильме, и Аминат помогли. И я подумала, так, но этого я ещё не пробовала, возможно, это не последний выход, и этот побег оказался удачным. И когда она сидела, она говорила, я хочу, чтобы, во-первых, девушки узнали, что помощь есть, а во-вторых, чтобы девушки понимали, да, побег, это только начало, после побега ты очень долго ждёшь, после побега, да, ты живёшь в лагере для беженцев, там год, кто-то меньше, кто-то больше, это всё невыносимо, её побег очень долгий был, очень, ну, наверное, почти два года она как бы перемещалась до последней точки. Но она считает, что всё этого стоило, потому что теперь она просто может купить цветок, который она хочет, назвать его именем, которым она хочет, и поставить у себя на балконе, и это только её балкон. Злата, огромное тебе спасибо, я беседовал со Златой Ануфриевой, очень надеюсь, что после прослушивания нашего подкаста вы посмотрите фильм Златы «Когда я сбежала», если ещё не посмотрели, конечно. Его можно найти на нашем канале в Ютьюбе, там же и наш подкаст «Что это было», ещё в подкастах Apple и на Спотифае. Большое спасибо вам за распространение нашего подкаста, за лайки и комментарии. Меня зовут Олег Антоненко, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин